Здравствуйте! Еще много людей, которые страдают от коронавируса и сейчас во всем мире. Когда мы читаем Библию, мы видели, что когда приходят испытания и страдания, после этого всегда есть благословение. Поэтому я очень желаю, что посредством этого семинара все люди, которые страдают от коронавируса, они смогли получить благословение. Я точно уверен, что если мы смотрим на Господа, то Господь нам дает новую силу. Откроем сегодня Евангелие от Иоанна, 8 главу. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 1 стиха посмотрим. Пожалуйста, откройте это место. Если вы нашли, я прочитаю. Иисус же пошел на гору Илеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую при любодеянии, поставив ее посреди. Сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Если люди встречаются только внешне с Иисусом, тогда они не могут получить изменения в своем сердце. Но если люди слушают слова, которые происходят от сердца Иисуса, тогда они могут очень-очень удивляться. Когда я читал Библию, я замечал то, что Иисус говорил иногда то, что мы совершенно не ожидали от Него услышать. Была женщина-прелюбодейка. Эту женщину словили, когда она прелюбодействовала. В законе Моисея написано, что если женщина будет иметь мужа, но будет влюбодействовать с другим, тогда ее нужно побить камнями. Поэтому она попала в такую ситуацию, когда ее ввели для того, чтобы побить камнями. Знаете, кто прелюбодействует? Большинство людей думает, что если появляется в сердце похоть, тогда такой человек прелюбодействует. Но это на самом деле не так. Не знаю, может быть, кто-то и думает, что люди прелюбодействуют, потому что появляется похоть. Но если все будут именно прелюбодействовать по своей походе, тогда кто же прелюбодействует? Да, конечно, то, что у нее появилась похоть, это факт. Но мы не можем ни в коем случае сказать, что она прелюбодействовала только из-за своей похоти в сердце. Знаете, около 10 лет я в двух колониях в Сувоне и в городе Тэджон общался с заключенными. Когда эти люди совершают преступление и попадают в тюрьму, знаете, о чем они думают? Почему меня поймали? Потому что я воровал, конечно. Они не думают так. Почему в этот раз меня поймали? Потому что я воровал. Такого человека нет ни одного. В этот раз почему же меня поймали? А, меня поймали, потому что я не надел перчатки, я оставил свои отпечатки пальцев. А если бы хотя бы я пальцы свои не оставил там, тогда меня бы не словили. Вот именно так люди, заключенные думой о тюрьме, они обнаруживают причину, по которой они попались в этот раз. Поэтому они начинают быть уверенными, что если я сделаю вот так, и не сделаю так, тогда меня не словят. И тогда их снова ловят. То есть, другими словами, это люди попадаются те, которые доверяют себе. Эта женщина была взята в прелюбодеянии и встретилась с Иисусом. Она не хотела встретиться с Иисусом, но так получилось. Книжники и фарисеи, они привели ее к Иисусу, для того, чтобы его подловить. Да, они не просто убили ее. Они решили, давай мы поведем ее к Иисусу. Иисус же говорил, что Он любит грешников. Как вы думаете, Иисус скажет, побить камнями или не побить? Если Он скажет, побить, тогда как же Он, Иисус, который возлюбил грешников, который пришел, чтобы спасти грешников? Но если Он станет говорить, что ее не нужно побивать камнями, тогда это не соответствует закону Моисеева, тогда его можно взять на этом. Поэтому книжники и фарисеи, они думали, что ей соответствует, побейте или не побейте камнями. Поэтому они не убили эту женщину сразу, а повели ее к Иисусу. Они привели и сказали, вот, эта женщина, та при любодеянии. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? До этих пор достигают мысли человека. Они думали, что Он ответит, побейте или не бейте. Если Он говорит, побейте, тогда как Он пришел спасти грешников? А если скажет, не бейте, тогда это приступает закон, который есть у Моисея, поэтому его можно словить на этом. Но Иисус в тот момент стоял и писал перстом на земле. Тогда все замолчали. Иисус привстал. Что Он сказал, знаете? «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Эти многие люди, они думали, скажут, побейте камнями или не бейте камнями. «Бейте, побейте камнями». Ну, сначала тот, кто без греха, побейте ее. Когда они услышали такое слово, тогда они сразу почувствовали себя на месте этой женщины, взятой при любодеянии. Она также верила в свои мысли. «Да, наверное, что меня разве словят? Да и кто не узнает, я не попадусь». Она была уверена в своих мыслях. Но когда она впервые услышала слово, которое сказал Иисус, «Ой, откуда же у Него такая мудрость?» Но у меня нет такой мудрости, как у Него. Поэтому я доверяла своей мудрости. Если бы я знала этого человека, если бы я верила Ему, и тогда мудрость Его перешла ко мне, тогда бы я жила такой жизнью, где бы не было несчастья. На самом деле, многие люди, хотя ходят в церковь, но они не знают Иисуса. Не важно, какой вы, если вы узнаете точно Иисуса, если встретите с Его сердцем. Я даже не могу передать, насколько мы имеем глупые мысли. Мы имеем множество проблем в своей жизни. И эти все проблемы, они происходят из-за моих мыслей. Но мы не знаем, люди не знают, какие проблемы и трудности принесут наши мысли. Знаете, я очень счастлив в своем сердце, именно благодаря этому семинару. Я удивлялся сильно. Сперва, когда мы проводили пасхальное служение, там мы планировали проводить большое пасхальное служение, но из-за коронавируса мы не смогли встретиться и вместе проводить служение. Поэтому мы проводили через Zoom. Но мне сказали, что 2 миллиона людей вошли и смотрели трансляцию. Мы очень удивились, когда впервые услышали об этом. Да, я слышал, что из-за того, что так много людей было зрителями, поэтому даже остановилась работа некоторых устройств. 2 миллиона? Я не мог поверить. Когда мы закончили пасхальное служение, тогда мы переводили это служение на 5 языков. Корейский, китайский, английский, испанский и французский на 5 языков. Да, и знаете, у нас есть сестра по имени Ли Чан Ми, она очень хорошо говорит по-испански. Она переводила на испанский язык. И она была впечатлена. Когда закончилось служение, она переводила на испанский язык. И очень много людей, 4 тысячи, они оставили свои комментарии. Вот видите, сейчас можете смотреть на комментарии. Все время такие комментарии получали мы. 4 тысячи. Именно испаноговорящие страны. Я тоже очень удивился. И потом мы планировали провести библейский семинар с 10 мая. Тогда многие телестанции, они попросили трансляцию. И мы думали, что где-то 10 тысяч. Но потом пастор сказал, что у нас 130 миллионов зрителей. Я не мог поверить, такое число. Как такое может быть? На данный момент миссионеры в около 100 странах сейчас занимаются деятельностью. Я не уверен, да, в каких точно странах есть, но около 100 стран мы отправили туда миссионеров. А здесь, мне кажется, это эмблемы телестанций. Да, вот эти телестанции через наших миссионеров связались с нами, попросили трансляцию. И после этого мне сказали, что 350 миллионов будут зрителей. Они все ходили и говорили, мы хотим транслировать вашу проповедь. И на данный момент сейчас 49 телестанций в США транслируют наш семинар. Вот видите, здесь название телестанций. Я думал, такое вообще может быть в этой жизни. Обычно, если в США мы хотим транслировать что-то через телеканал, нужно платить большие деньги. Но ни одна из телестанций не попросила у нас оплаты. Там несколько только зрителей есть в Африке, маленький телеканал, они попросили заплатить. Да, я не знаю, что же там получилось в результате. Да, знаете, я даже растерялся, когда услышал, что такое количество комментариев после проповеди было. Это как будто я во сне нахожусь, когда я слушаю о том, что около 800 миллионов телезрителей сейчас слушают семинар. Да, я верю в то, что Иисус, Он делает то, что я часто не могу поверить и не понимаю. Но я имею какой-то участок знаний, но это никогда не достигнет того, что имеет Иисус. У Иисуса есть в сотни, в тысячи миллионы раз большая мудрость, большая любовь и большие знания. Читая Библию, что я обнаружил в ней? Любой человек из нас, если мы имеем одно сердце с Иисусом, так я говорю часто об этом. Славно как электричество течет по проводам. Электричество течет по проводам. А вода по трубам. Знаете, был один молодой человек, который очень любил выпивать пиво в Германии. Поэтому он захотел подвезти трубы с пивом прямо от завода пивного. Он специально собирал для своего желания деньги. Потом он переехал поближе к пивной фабрике. И однажды он встретился с руководителем завода пивного. Ой, знаете, я очень люблю ваше пиво. Я не могу без пива жить. Да, я знаю, что все знают наше пиво. Но зачем я пришел к вам? Я хочу, чтобы вы провели по трубам прямую передачу пива в мою квартиру. Это очень хорошая идея. Но знаете, сколько бы они ни продавали, они не могут вот так, как через трубу, столько же транспортировать. Давайте посмотрим, кто из нас победит. Потом он приходил еще раз и еще раз и начинал надоедать директору. Он сказал свой адрес. Тогда директор сказал, посчитайте смету, сколько нужно оплату. После этого они пришли, он пришел и еще раз подошел и сказал, вот такая оплата, вот такая смета. Ой, оказывается, это не так уж и дорого. Да, я не думал, что это так вот будет недорого. Хорошо, отправьте нас на счет в банк. И потом они без проблем подсоединили трубы к его квартире. И ему очень-очень было радостно. Тогда они сказали, из-за того, что трубы, они не очень чистые, поэтому один день вы потерпите, на следующий день вы пейте пиво. И на свой день рождения он собрал все своих друзей. Ой, приходите ко мне на вечеринку, я буду проводить в честь дня рождения, я буду вас угощать алкоголем. А их очень много собралось. А где же пиво? Мы смотрели, у тебя нет пива? Ни в холодильнике, ни под столом, его нигде нет. Где пиво, в конце концов? Не переживайте. Только много было пивных стаканов. И потом они начали проводить вечеринку в честь дня рождения. Сегодня я специально пригласил вас на пивную вечеринку. Вы сможете впервые в жизни так сколько хотите пить пива. Возьмите свои бокалы. Вот видите, труба есть у меня в квартире. Посмотрите, где кран, красненький кран, вы открутите его. И когда подняли кран красный, тогда там течет пиво. Как так получилось? Как так получилось? И он рассказал. То, что из фабрики сразу ему поставляют пиво. Это реально. Но, конечно, если вы любите пиво, тогда вы тоже можете так поступить. Но я надеюсь, что из вас никто не любит пить пиво. Да, оно не просто приходит, оно через связь приходит. Представляете, заплатить за то, чтобы провести пивную трубу в его квартиру? У нас есть в Сеуле одна башня. У нас есть теплостанция, которая поставляет тепло в наши квартиры. Это не трудно. Сегодня в восьмой главе Евангелия Теана женщина-прелюбодейка, она верила в свои мысли. Я, даже если буду прелюбодействовать, меня не словят. Я никому не скажу. И своей головой она так поступила, но ее словили. Поэтому сейчас она стоит на месте, где она не может избежать смерти. Никто не мог освободить ее от смерти. Может быть, у нее брат был член парламента. Или даже если дядя работал министром, он бы тоже не смог ее спасти. Но Иисус пришел и сказал лишь одно слово. Иисус, эта женщина была взята в прелюбодеянии. Моисей Законница поведал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Иисус стоял и писал перстом на земле. После этого Он сказал, «Кто из вас без греха первый бросил на нее камень?» Тогда все люди были шокированы. Он сказал то, что никто даже и подумать не мог. Когда они услышали, они стали обречаемы совестью. «Да, я хочу бросить камень, но у меня тоже есть грех. У меня тоже есть грех. Меня тоже нужно побить». Поэтому они оставили свои камни и ушли. И остались только женщина и Иисус. Тогда Иисус спросил у женщины, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». И Он сказал, «Иди, ни пред, ни греши». Она имела очень мелкую мудрость, не такую, как у Господа. И многие люди думают, если я буду так поступать, меня не словят. В основном люди, которые преступники, они имеют такую мысль. «А, меня не словят. А в этот раз меня словили, потому что я оставил свои следы пальцев. А в следующий раз я сделаю не так, поэтому меня не словят. Поэтому они дальше продолжают совершать преступления, грешить и воровать». Не хватает мудрости. Да, у всех есть то, что их могут словить. Они просто доверяют своим мыслям. Знаете, почему люди играют в автоматы? Почему принимают наркотики? Иудеи, они воспитывают своих детей на основании Талмуда. На самом деле, их всего лишь 6 миллионов живет. Но именно евреи, они держат всю экономику этого мира из-за того, что они учились по Талмуду. На самом деле, мудрость, которая сокрыта в Библии, она в 10 и даже в сотню раз лучше. Все, и я, удивлялись этой мудрости Иисуса. И я решил принять мудрость Иисуса к себе. Иисус сказал, что Он даст мне эту мудрость. Первое послание к Орюмпинам есть такое слово. Если вы находитесь во Христе, Иисус пришел от Господа, поэтому Он стал для нас мудростью, праведностью и святостью. Иисус стал нашей мудростью, стал нашей праведностью, стал нашей святостью, так написано. Поэтому после этого я оставил свою мудрость и начал использовать мудрость Иисуса. И знаете, когда я встретился с Иисусом, с чем я столкнулся? Из-за того, что я ходил в церковь, я знал, что нельзя много решить, но я совершал еще больше грехов. из-за того, что я был голоден в детстве, поэтому я много воровал и хурму, и яблоки, также пшеницу, картошку. Но когда я встретился с Иисусом, где же я с Ним встретился? Именно здесь, в Библии. Но знаете, мою мудрость никогда не сравнить с Иисусом мудростью. Когда эта женщина доверяла своей мудрости, она попалась на прелюбодеянии и стояла перед смертью. Если бы ее брат, он работал депутатом, или же мэром, или же министром, никто не смог ее спасти от смерти. Но мудрость, которую имеет Иисус, Он даже спас эту женщину, еще осталась. Но не только эту мудрость Он использовал для того, чтобы спасти эту женщину. Он не только ее освободил от греха, Он также меня освободил от греха своей мудростью. И если я принимаю в свое сердце Его мудрость, то я понял, что моя мудрость никогда не достигнет уровня мудрости Иисуса. И я решил выбрасывать свои мысли и принимать мудрость Иисуса. У меня было много грехов, я много обманывал, много воровал. Но читая Библию, знаете, что удивило меня? В 4 главе к римлянам написано о том, что Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Иисус стал преданным за грехи наши. Он умер, и Его похоронили. Когда Он воскрес, почему Он воскрес? Для того, чтобы сказать, Я очистил все грехи. Я простил грехи пастора Пауксу. Он чистый. Он чистый. Для этого, для свидетельства об этом, Он воскрес. смотри на следы на руках моих. Смотри, от гвоздей есть следы. Именно за грехи Оксупака я распят. Смотри, на моем ребре след. след. Смотри, от терного венца след на моей голове. Я получил наказание за грехи Оксупака. Поэтому Оксупак праведный. Иисус пришел для того, чтобы оправдать нас. Я смотрю, Иисус говорит, что я праведный в Библии. Но у меня мысли отличаются от мысли Иисуса. Нет, я грешник. Я много обманывал. Я много воровал. Я много совершал плохо. Я грешник. Я согрешил. Вот такой я был. Но Иисус, смотря на меня, говорит, ты оправдан. Написано, воскресли и оправдание нашего. Он оправдал нас. Поэтому я думаю, во что я должен верить? В свою мудрость или в мудрость Иисуса? Да точно, что я грешник, я грязный человек, я плохой. Но Иисуса мысли выше моих мыслей. Его мысли ценнее моих. Его мысли сильнее моих. Он не обманывает. Он меня оправдал и сказал, ты праведный. Кримлен 3 глава 23 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Но знаете, в основном люди знают 23 стих, но плохо знают 24. Кримлен 3 глава 24 стих что-то написано. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. По благодати Господь говорит, ты оправдан. Когда Он говорит, оправдан. И если что, делал что-то доброе. Не потому что я добрый, Он сказал так. Я ничего не сделал для того, чтобы быть праведным. Но Господь дал мне по благодати бесплатно искупление, поэтому я оправдан. Хорошо, если я сказал бы священник, что я оправдан. Но Господь сказал, что я праведный. Именно Иисус сказал, что я праведный. Когда я читаю эту Библию, если бы я был на месте приводейки, если бы я имел мудрость Иисуса, я бы не умер. Но я доверял своей мудрости, своему способу. Я думал, что меня не словят. Я неправильно думал. И так получилось, что меня должны побить камнями. Вот. Она была на том месте, и там она встретилась с Иисусом. Что же она обнаружила в сердце Иисуса, когда она увидела результат? Да, Иисус хотел спасти ее от смерти. И Он сказал слово, которое могло спасти ее от смерти. Кто из вас без греха первый бросит на нее камень? Но никто не мог бросить на нее камень, потому что никто не был без греха. после того, как все ушли, Иисус сказал этой женщине, женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Женщина обернулась, посмотрела, никого нет. Только камни вокруг нее лежали. А если бы эти камни полетели, они бы разбили мою голову, они бы поломали мне руки, тогда мои кости поломались, да, она видела, что эти камни должны были ее убить. Но Иисус, Иисус спас ее от смерти. Если мы имеем эту мудрость Иисуса, который спас эту женщину, оказывается, Он своей мудростью может спасти и меня от греха. Мне нужно Ему доверять. потому что Он и для меня так сделает. Тот, который назвал правильно эту женщину взятую при льводеянии. Что удивляет меня в этом? Местоимение, это женщина, здесь нет имени, поэтому на это место мы можем подставить свое имя. так же, как и она, мы согрешили. И так как Иисус спас эту женщину от смерти, так же Он спасет и нас. Потому что Иисус, Он, смотря на нас, также сказал, вы оправданы. И я, когда столкнулся с Иисусом, я много согрешил, я воровал, я обманывал, я грешник. Я сказал, Иисус, я грешник. Но Иисус говорит, ты чистый. Нет, Иисус, я грешник. Твои грехи очищены. Нет, я грешник, Иисус. Ты праведный. Я подумал, да, своими мыслями я не мог победить Иисусу. Я разбил свое сердце. Если Иисус говорит, ты оправдан, значит, я оправдан. Вот я просто это поверил. С того момента, до этого я имел в своем сердце свои мысли. Но теперь все моя жизнь зависит от Иисуса. Поэтому мысли Иисуса, Слово Его начали вести меня. Мы можем видеть в Библии мудрость Иисуса. Как Иисус освободил эту женщину и спас ее от смерти. Также Он спас и каждого из нас от греха. когда Иисус был распят на гресте и умер. Своей смертью Он искупил все наши грехи навсегда. Теперь что же нам нужно делать? Нам нужно доверять своим мыслям? Нет! Мои мысли неправы. Иисус прав в Своем Слове. Иисус сказал, ты оправдан. Он сказал, что все грехи мои очистил. Он сказал, что не воспоминет боли. Это очень удивительно. С того момента в моей душе очень много мыслей поднималось. Но я начал не доверять своим мыслям и доверять Слову Иисуса. Когда Слово Иисуса попадало в мое сердце, тогда покой приходил, тогда мудрость Иисуса приходила в мое сердце. Тогда святость Иисуса также вошла в мое сердце. И благодать Иисуса вошла в мое сердце. Я сказал «Сегодня Хангиль ты благословен». Я специально из США пригласил переводчика. Но он сейчас стал звездой. И сейчас через 49 телеканалов транслируется проповедь. тебе нужно заплатить, я сказал. Ты рад? Насколько ты рад? Очень очень рад. Знаете, очень много кто хочет переводить мое слово. очень точно написано в Библии. Именно она говорит так. Иисус говорил нам «Вы праведные». Там мы говорили о том, что мудрость женщины заключалась в том, что «А, если я сделаю так, я не попадусь». Правильно? Именно у нее была неправильная мудрость, поэтому она попалась. Мудрости Иисуса было достаточно для того, чтобы спасти эту женщину. Эта женщина, которую сегодня мы читали, она говорит о нас. также, если вы живете своей мудростью, вы попадете в крах. Но если вы живете мудростью Иисуса, ваша жизнь непременно изменится. И с того момента была моя мудрость, была мудрость Иисуса. Моя мудрость говорила о том, что я грешник. Ты же соврал. Ты же своровал. Ты же плохо поступал. Ты ненавидел. Это грех. Моя мудрость говорила мне так. А что же говорит мне мудрость Иисуса? Кто из вас без река первый бросил на нее камень? Никто не смог бросить. Правда же? поэтому Иисуса мудрость она все разрушила меня, мою мудрость и поставила меня выше. Да, я грешник, потому что я согрешил. Я согрешил. Я много грехов сделал, поэтому я грешник. Но Иисус пришел простить наши грехи. И что же Он сказал нам? Он сказал вы праведные. Сказать, что мы святые, что мы очищены. Поэтому на самом деле мне нужно сделать только одно решение. Я буду ли верить в свои мысли или же слово Бога. Это единственное решение, которое решает все. но если я буду доверять своим мыслям, тогда нет ни одного человека, который скажет, что Он не грешник. Да, и знаете, однажды я боролся с Иисусом, и я проиграл Ему. Я выбросил все свои мысли. Я принял решение доверять Слову Иисуса. Иисус сказал, ты праведный. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего», так написано. Пауксу, ты святой. Я получил все наказание за твои грехи. Я не воспоминую их более. Ты свят. Ты чист. Это слово Иисуса. Так Библия говорит. А мои мысли? Господи, я же грешник. Очень много грехов у меня. Вот есть два вида мыслей. Совершенно две разные мысли. До 19 лет я ходил в церковь, но я доверял своим мыслям. Я был грешником. Я молился и просил прощения за свои грехи. Но 7 октября 1962 года мои грехи очищены. После этого я не говорил, что я грешник. В Доминиканской республике многие пасторы собрались, я проповедовал им, я сказал, я сказал, я праведник. они очень удивились. Пастор, у меня есть вопрос, у меня есть вопрос. Задавайте. Вы не согрешили? Вы разве не воровали, не обманывали? Я сказал, я начал улыбаться, сказал, простите, пожалуйста. я очень много совершил плохих поступков, очень много воровал. Тогда как вы говорите, что вы праведный, вы же грешник? Да, правильно, я грешник, но Иисус сказал, что я праведный. Буду ли я верить в свои мысли? Или же слово Иисуса? Мне нужно было принять это решение. Знаете, женщина, взятая при любодеянии, когда она последовала своими мыслями, она пришла на место, где должна была быть избита камнями. И потом она увидела мудрость Иисуса. После этого она не верила в свои мысли, она доверяла только Иисусу. Да, точно я грешник. Но если Иисус говорит, праведный, значит, я праведный. Когда человек сидячий и больной, он сказал, Иисус, встань и ходи. Я не могу ходить. Но если Иисус сказал, что я пойду, значит, я встал и пойду. Все совершалось так, как Иисус говорил. Но слово Иисуса отличается от моих мыслей. из-за того, что ни в коем случае не похожа моя душа на душу Иисуса. Все, что не говорит, не совпадает. До 19 лет я жил своим сердцем. Я сделал все зло. Но в 19 лет я получил Иисуса в свое сердце. У меня было много мыслей в моем голове. Но я понял, что я не смогу ими жить дальше. Я потерплю крах. Точно слово право. Если Иисус сказал я праведный, значит я праведный. Даже если весь мир говорит, что я грешник, я говорю, что я праведный. Почему? Потому что я верю Иисусу. Иисус, Он сказал, что я праведный. Он сказал, что я свят. Он сказал, что Он не осуждает меня. И сказал, что Он не воспоминет моих грехов. Разве тогда я неправедный? Это не значит, что я не согрешил. У меня было много злых грехов. до тех пор я жил своей мудростью. Я жил своей мудростью, моими мыслями, моим способом. Но что говорит наш глава 1 Коринфянам? «Когда я нахожусь в Иисусе, а Иисус во мне, от него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением». Давайте прочитаем вместе. 1 Коринфянам 1 глава 30 стих. «От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Иисусу мудрость, премудрость она стала моей. Праведность Иисуса стала моей праведностью. Освящение Иисуса стало моим освящением. И искупление Иисуса стало моим искуплением. Я принял эту мудрость Иисуса. До тех пор я всегда говорил, что я грешник. Я был грязным грешником. Но потом я обнаружил свою мудрость, я выбросил свои мысли. И я принял мудрость, за которой я говорил, что я праведный. Да, я праведный, поэтому... Это не моя ответственность. Это Иисус так сказал, поэтому Он отвечает за Свои слова. Я верю больше в Слово Иисуса, чем в Свои мысли. Я смотрю точно, я грешник. Но Иисус говорит мне, что я праведный. Поэтому, если я верю себе, я не могу верить Иисуса одновременно. Для того, чтобы верить Иисусу, я должен выбросить свои мысли. Свою мудрость, свой способ, свои мысли, все я выбросил. Исследуя душе Иисуса, которое написано в Библии. Знаете, удивительно. Мне стал виден тот мир, который невидимый был до сих пор. Я начал видеть душу Бога. Пока я жил, следуя за сердцем Бога, Господь очень удивительно ввел меня. В 1965 году я находился в маленькой церкви в городе под названием Чампали. И тогда я мог получить повестку где-то на год. Да, знаете, мне пришла повестка. Через год я должен поступать, был в армию. Я начал молиться каждый день. Господь, Ты дай, чтобы я получил благодать от моего начальства, от моих сослуживцев и служицы, которые были младше меня. Господь все мои молитвы слышал. И однажды я встретил кого-то, и он мне дал деньги для того, что я поступил в армию. Знаете, во время Корейской войны многие люди погибли. И тогда ставили большую такую палку, и на нее вешали большой плакат над домом. И у меня был брат, Пак Пильчо. Когда он пошел в армию во время войны, тогда мы вешали, написано «Победи, Пак Пильчо!» Вот такой большой плакат вешали над домом. И он сходил на войну, на службу, и тогда он вернулся здоровым. Знаете, я очень хотел получить милость, находясь в армии. Я немножко денег имел. Но, знаете, очень много людей было, которые не имели Библии на то время, поэтому на деньги я приобрел Библию и раздал моим прихожанам. И, знаете, у меня была маленькая карманная Библия, и я туда 50 центов приклеил на заднюю страничку. И для того, чтобы мне заказать печать, нужно было 70 центов. И я потратил эти 70 центов, и оставшиеся 30 я взял и пошел в армию. Знаете, три года жил, служа в армии. Но, знаете, не было больше счастливее время, чем то время, когда я был в армии. Мои сослуживцы, они говорили, что они голодали, что они убегали. Некоторые даже покончили с собой. Да, знаете, много из них убегали. Ну, я был не в большом звании, но я очень был счастлив. Я был просто рядовым. Когда я поехал на тренировку, я поехал на тренировку радистов, и я изучал азбуку Морзе. Я получал на протяжении 6 недель тренировку, и я был 311-м набором. И получается, до 310-го набора все служили в Дэджоне, а я 311-й. Это был первый набор, который служил в городе Вонжу. То есть, самый первый набор я получился. И пока я проходил тренировку, Господь во всем помогал мне. И каждую неделю приезжали новобранцы. И я спрашивал у них, как вы сегодня ночевали. Да, мы хорошо спали. Я говорю, спокойно, вы отвечаете. Не переживайте. Да, вот сейчас у вас начинается армейская жизнь. Наверное, у вас будет времена, когда вы уставать будете. Но я когда спрашивал, кто из вас верующие христиане? Поднимите руку. В основном 90% поднимали руки. Я записал их. Но знаете, у нас была часть, в которой не было пастора, в которой не было капеллана. Именно я стал капелланом нашей части. Я был очень счастлив. Однажды я пошел в учебную комнату. И тогда объявили. Уксупак, который является 311 набором радистов, подходи в штаб. Я пришел и сказал, честь. Уксупак, 311 набором радистов, пришел. И тогда был один человек, который имел самое высокое звание в нашем штабе. И он сказал, присаживайся. Он был офицером, он имел высокую должность. И знаете, чем он занимался до того, как прийти служить в армию? Он спросил меня, чем вы занимались до того, как прийти в армию? Да, я был предповедником в церкви. А, вот как. Потом он говорил, то, что он усердно верил в Иисуса. Но из-за того, что он выпивал алкоголь и курил, он очень-очень мучился. Но когда я пришел на служение, которое ты проводил, солдат Пак, я был очень смущен. Тогда это было холодной зимой. У нас не было молитвенного здания, поэтому где-то в уголке мы собирались. Но знаете, я был очень смущен, потому что у нас не было где проводить собрание. И он сказал, может, чем-то помочь, солдат Пак? Ой, хорошо, если вы выделите нам одну аудиторию, чтобы мы собирались для служения. А, вот как нужно. Да, какую ты хочешь аудиторию? Я сказал, конечно, дайте любую. Но, конечно, лучше, если там не будет специального устройства для радиста, она будет пуста и обычный класс. Я сказал, дайте нам, пожалуйста, аудиторию. Хорошо, если вы дадите нам 16-ю аудиторию. Хорошо, а эту аудиторию вы можете использовать в любое время. Итак, Господь проводил, что мы 16 недель могли проводить служение. Мои двое друзей получили спасение, мы вместе втроем занимались этим делами. И потом сказали, что один из вас должен остаться в этой части, чтобы проповедовать здесь. Тогда мы молились, Господь, ты оставь кого-то из нас в этой части. И знаете, у нас, если занимает человек от первого по пятое место по успеваемости, тогда он может выбирать место службы далее. Потом из 40 человек, 6 могли иметь выбор. Да, на самом деле мы не могли, даже если родились заново, следовать за вот этими успевающими людьми. Я смотрю, у меня 13-е место было по успеваемости. Тогда точно мне пришлось бы идти туда, куда меня отправили. Но знаете, я очень благодарен был лейтенанту. И когда я ждал его возле офиса, и он подходил, я ему сказал, честь вам. Здравствуйте, солдат Пак. А сегодня я заканчиваю здесь тренировку. Я пришел поблагодарить вас за это время. И потом мне дали две полосочки и подняли меня в звание. И он сказал, подожди немножко, солдат. Знаете, что он сказал? Я хотел отправить себя в хорошее место службы. И у нас две части хорошие. Это в Сеуле и в Дегу. Это есть две части родительства в Сеуле и также 502-я база в Дегу. И также есть другие телекоммунционные базы. Он хотел меня отправить в эти места. Но мне показалось, что если ты будешь солдат рядом со мной служить, тогда это станет помощью моей духовной жизни. Поэтому я сделал так, чтобы ты остался служить здесь. Давай со мной вместе мы будем трудиться. Мне казалось, что я сплю. Ой, спасибо большое, лейтенант. И потом я поступил на службу радистом. Я очень благодарил. Я говорил, Господи, спасибо, что ты меня оставил в этой части служить. Потом после... С этим офицером я вместе начал служить. Да, там были разные майор и также другие офицеры. Но потом он мне говорит очень уважительно. Я говорю, да, пожалуйста, дайте мне вот это. И знаете, он часто в армии, мы выражаемся немножко нескромно. Там ругаемся даже немного. Но я встретился с Господом. Да, и знаете, он здесь недалеко живет. Я часто с ним встречаюсь. И я очень счастлив. Так, Господь, что бы я ни делал, он всегда помогал мне. Знаете, до сих пор я не могу в это поверить. Когда я после служения возвращаюсь, я смотрю, что люди отправляют. Там, ой, да, аминь, спасибо. Вы знаете, у меня даже глаза начали слезиться, потому что очень много я читал комментариев. Но Господь делает так, что я могу совершить то, что я не мог даже представить себе. Представьте себе. Мне кажется, нет ни одного человека в мире, который бы еще стоял перед 800 миллионами, проповедовал. Мне кажется, знаете, у нас есть пресс-виттер Пак Мунтек, он является известным адвокатом, но он тоже, наверное, бы не стоял перед таким количеством. Еще у нас есть Хуанг Йо Чонг, который хороший доктор, но он также, наверное, не стоял. Господь находится во мне, и Он держит мою жизнь и направляет меня. Он стер все мои мысли из сердца. И я принял Слово Господа в свое сердце. Да, но Иисус сказал, ты новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Женщина, которая была взята в прерыводеянии, стала новой. Иисус сказал этой женщине, Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Не было никого. Все люди, которые держали камни в руках, они все ушли. Они оставили все свои камни, которые должны были полететь в эту женщину. Да, и сейчас до сих пор, многие люди будут так, как эта женщина. Но посредством Иисуса. Гонение, тьма и эти камни, которые должны были полететь в меня, они просто падают на землю. Эта женщина, до встречи с Иисусом, она имела сердце, которое имело похоть. Но когда она встала перед смертью, ее сердце наполнило страх. Но когда она встретилась с Иисусом, и когда возвращалась домой, совершенно другой она была. Похотливая душа не нашлась в ее сердце. Ее сердце наполнилось благодарностью. А, теперь я могу жить! Знаете, я подумал. Я представил себе, как она уходила после встречи с Иисусом. «Спасибо, Господь! Теперь я пойду домой!» Ее сердце было наполнило благодарностью. Когда она шла два шага, она обернулась и говорила, «Учитель, спасибо тебе!» «Многие люди хотели убить меня камнями! Но ты возлюбил меня! Ты спас грязную грешницу!» Потом она прошла еще несколько шагов и снова обернулась. Говорила, «Спасибо тебе!» Потому что сердце наполнилось благодарностью к Иисусу. Потом она открыла свои двери. Она думала, что не вернется туда. И сказала, «Я вернулась!» И потом легла спать. Она думала, что она не сможет вернуться на свою постель. Там она должна была уже быть под камнями. Она благодарила и благодарила и благодарила на каждом шагу. И она, когда кушала, она благодарила. Даже когда пила стакан воды, она благодарила. Когда она мыла посуду, она благодарила. Она всегда благодарила. Теперь эта женщина Имела в сердце уже не свою душу, но душу Иисуса До этого я верил в свои мысли Поэтому я встретился с большинством проблем Но однажды я узнал, почему же моя жизнь дошла до такого момента Моя грязная душа, моя ужасная душа Мое сердце было очень грязное и ужасное, очень злое В 1962 году я полностью выбросил свое сердце Хотя у меня появляется мысль, но я больше не следовал за ними Я принял сердце Иисуса Если Он говорит, что я праведный, значит, я праведный Если Он говорит, что я свят, значит, я свят Да, Иисус, Ты прав Я был грязным грешником Я был ужасным грешником Я был злым грешником Но посредством Тебя я стал святым Я стал праведным Я стал чистым Моя жизнь начала меняться Каждый раз, когда я читал Библию, я был очень благодарен Вы знаете, меня транслировали через один канал На Дальнем Востоке меня транслировали по одному каналу И я стал на первом месте Даже обошел многих политиков И знаете, чем я начал заниматься? Я начал издавать книги Первая книга, которую я написала, это была «Секрет прощения грехов», и я ее издал в 86-м году Когда я издавал эту книгу, я, знаете, о чем думал? Мне так стыдно Кто будет читать мою книгу? Никто не будет читать, мне казалось Где-то миллион пятьсот тысяч экземпляров я продал Но сказали, что практически весь тираж был продан Я не мог поверить И сказали, что уже 67 изданий у меня есть Я тоже в это не могу сам поверить И когда у меня появлялось время, я писал Но знаете, я на самом деле ничтожный человек Начиная с 17-го года мы собираем разных пасторов и общаемся с ними И когда мы говорим им, они удивляются Почему? Потому что это не мои мысли Потому что я принял слово Иисуса Хотя женщина-прилюбодейка согрешила Но потом она уже не жила с собой, она жила посредством Иисуса Христа Иисус стал ее хозяином Бывает, что у меня поднимаются мысли, и я следую по ним Но я живу посредством Иисуса Христа Хотя я говорил вам ранее Когда у меня была язва желудка, я страдал Когда я страдал от того, что у меня болело сердце Но в последнее время у меня очень хорошее здоровье И знаете, каждый раз после обеда мы со служителем собираемся и играем в мяч Хотя, конечно Конечно, я не очень хорошо играл, но сейчас немножко лучше стал играть Сегодня также мы на протяжении часа играли в мяч И знаете, я чувствовал себя свежо У меня уже возраст преклонный И мне говорили, что у меня плохие суставы, поэтому мне сказали не бегать Но я живу в Господе Хотя у меня было много проблем, трудностей Но пока я с Иисусом, это не проблема, это не трудность Хотя, если бы я был без Иисуса, это было бы для меня проблемой Но пока я в Иисусе Даже если бы меня побили камнями, это бы не было проблемой Пастор Уксупак вместе с Иисусом А разве вы не с Иисусом? Это не что иное Просто оставьте все свои мысли И поверьте в Слово Иисуса Ваши мысли отличаются от Слова и мысли Иисуса И это и есть вера в Иисуса Если Иисус сказал оправданные, значит праведные Если говорит святые, значит есть такие Если очистил грехи, значит наши грехи очищены Не доверяйтесь своим мыслям Иисуса верьте Тогда вы сможете жить мудростью Иисуса Вы сможете жить праведностью Иисуса Святостью Иисуса Вы сможете жить силой Иисуса Да, знаете, мне уже много лет, поэтому пришло время мне оставлять служение Но пока мне не сказали, хватит проповедовать, я еще служу Да, я очень благодарен за то, что мы проводили много конференций Особенно за то, что сейчас идет трансляция семинара Мне кажется, что я во сне Десятки телеканалов сейчас транслируют проповедь Я также очень хочу поблагодарить работников этих телестанций Всем зрителям я хочу выразить благодарность Особенно те, которые сейчас страдают от коронавируса Так как женщина-прелюбодейка, она не могла избирать смерти Но после встречи с Иисусом она освободилась Также, когда вы встретитесь с Иисусом, я верю, что Иисус освободит вас и от коронавируса Или корона, вирус, или же прелюбодеяние Я желаю, чтобы вы всегда находили выход через Иисуса Иисус возлюбил нас Он во всем помогает нам Не доверяйтесь своим мыслям Верьте в Слово Иисуса Женщина, взятая в прелюбодеяние, она доверяла своим мыслям и чуть не погибла от камней Но веря в Слово Иисуса Она изменилась Все мы Давайте не будем верить в свои мысли Давайте будем верить в Слово Иисуса Иисус был распят на кресте и умер за наши грехи Он понес все наказания за наши грехи Даже если у вас много грехов Просто верьте, что Иисус очистил ваши грехи на кресте Я верю, что милость покроет вас Благодарю Давайте помолимся Святой Отец Небесный Мы благодарим Тебя Мы должны были умереть из-за греха Но Иисус пришел для нас Очистил наши грехи Мы все поверим в Иисуса Господь, ты дай, чтобы мы жили мудростью Иисуса Чтобы Он вошел в наше сердце И ты благослови нас Многие люди, которые страдают из-за коронавируса Ты дай, чтобы они получили силы от Иисуса Чтобы они получили благословение Если кто-то есть инфицирован Ты дай, чтобы они получили благодать Твою Чтобы они получили благословение Множество благословений и благодати дай нам, Господь Мы молились во имя Иисуса Христа Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok